Спускается во время Ягья, он говорит, что теперь мой дом будет благословлен, теперь мой дом пришел в Ашнав, и он очень сильно этому радуется. Когда приходит в Ашнав, как уже сказала сегодня Гурмухараш, он еще более милостив, чем полубоги. Полубоги, они даруют, могут даровать различные блага, но когда в Ашнав приходит, он дарует, он никогда не принесет ничего плохого, он всегда приносит только блага. Мы знаем, что даже проклятие в Ашнав оборачивается благословлением. И если читание Махаправу, если сам Господь, он махаваданьяя, то в Ашнавы, они махаваданьяя, то есть Махаправу он милостив, но в Ашнавы, они бесконечны милостиво. И Гурмухараш приводил этот пример с Джагайном Матхаем. И Бхакти-Винат-Такур, он поет замечательный киртан, он поет, он поет, он поет, Здесь он поет, что ганга, она очищает, но чтобы очиститься, нужно соприкоснуться с гандой. А Вайшнав, он очищает одним лишь взгляду. Одного лишь взгляда Вайшнавы достаточно, чтобы очиститься. И как мы можем убедить Господа? Как мы можем получить его Дашин? Только через Вайшнав. Однажды Хануман, он когда летел спасать Ситу, он летел и увидел внизу Туласи растет. И спустился посмотреть, почему в логове демонов растет Туласи. Увидел дом, и на доме было написано Шри Рама. Его это очень заинтересовало. Когда он зашел в дом, то он увидел там спящего Вибишина. А Вибишин это преданный Господа Рамы. И когда Вибишин спал, то из каждой поры его клеточки выходила Шри Рама, Шри Рама. То есть он был чистый и преданный. И когда он проснулся, он увидел Ханумана и сказал, «О, теперь я счастлив. Я вижу перед собой чистого преданного Господа. И это значит, что я скоро увижу самого Господа Рамы». То есть когда мы видим Вашнава, когда в нашу жизнь приходит Вашнава, то это значит, что круговорот рождения и смерти скоро закончится. Настолько мы удачливы, что мы видим Вашнава. И если мы посмотрим различные, рассмотрим различные игры преданных Господа, то увидим, что Дашин Господа они получали только после того, как встречались с Вашнавами. Например, взять Труго Махараджа. Он очень был обижен на своего отца, что не мог сидеть на него на коленях. Ему мачеха запретила. И у него возникло сильное желание получить такое же царство, еще больше даже, как у его отца. Тогда ему это посоветовало, ты иди и совершай аскезы. Когда у него возникло это желание, то он пошел совершать аскезы, то сразу встретил духовного учителя, он встретил Нарада Муни. И Нарада Муни дал ему мантру. И только после того, как он начал повторять эту мантру от Нарада Муни, он обрел Дашину Господа. А сам Нарада Муни, как он стал Нарада Муни? Он в предыдущей жизни служил мудрецам, которые приехали в его деревню. Он убирал за ними тарелки, он мыл, он доедал, бросал за ними. Слушал Харикатху. И потом они дали ему мантру. И только после этого он получил Дашину Господа. И таких очень много примеров. Пример с Шабари Дэви тоже. Она вообще была лесная жительница. И никаких шастер, ничего она не знала. Она просто служила своему духовному учителю. Искренне служила. И в конце жизни она обрела Дашину Господа Рамачандры. К ней и сам пришел сам Господь Рамачандры и Лакшин. Так же, например, с Джатой Баратой и царем Рахбуканы. Когда Барата Махараш, он в одной жизни правил всей землей. Потом ушел в лес и там привязался к Олененку. И в следующей жизни он родился как Джата Барата. И притворялся слепым, немым, чтобы его никто не трогал, чтобы он совершал бажен. И однажды он совершал свой бажен. И тут шел эскорт к царем. Они его везли на палантире. И одному тот, кто нес, не смог нести. И тогда попросили нести Джата Барата. Когда он нес этот палантир, он начал прыгать. Потому что он не хотел наступить на муравьев, на различных мастикомов. И тогда царь, он разгнялся и сказал, что ты делаешь, я тебя сейчас убью, повешу. Как ты несешь этот палантин? Но Джата Барата объяснил, а кого ты убьешь? Я не это тело, я душа. Кого ты хочешь убить? И тогда царь, он спросил, как увидеть душу. Он попросил ему рассказать, что такое душа, кто он на самом деле. И тогда Джата Барата объяснил ему, что он душа и что увидеть душу, что достичь Господа можно только через лотосные стопы в Ашнау. Только если посыпать свою голову пылью от стопы в Ашнавы. А в Литра-Сурма-Хараш, когда он умирал, когда он уставлял тело, он молился о том, чтобы в следующей жизни его друзья были в Ашнавы. Чтобы быть в следующей жизни садусанги. Он говорил, что Господь может сделать все, что хочешь. Но очень хорошо, он очень молился об этом, чтобы в следующей жизни быть садусанги. Поэтому, когда Васудев Махараш принимает Нарада Муни, он устанавливает эту язгью. И он говорит, что очень-очень сложно получить человеческое тело. Что существует вообще 8400 миллионов жизней. И мы постоянно скитаемся по этой материальной вселенной, меняя тела, меняя, 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 рождаясь то в одних телах, то в других. И существует 8400 миллионов. То есть различные бактерии, различные неукопитающие, земноводные, птицы и так далее. Даже в одном стакане воды находятся тысячи, тысячи, миллионы, там, не знаю, миллиардов жив. И чтобы получить человеческое тело, то нужно очень-очень быть удачливым. Это такая редкость, очень большая редкость. Смотрите, сколько много птиц, сколько много различных других насекомых, животных, бактерий и так далее. Но сколько всего людей? Очень мало. И Господь Рамачандра, Он говорит своим одеждам, Он говорит, что это тело получить невозможно просто каким-то механическим путем. Мы получаем это тело только по милости Господа. То есть каждый из нас, мы все имеем тела человека, на каждого из нас Господь прорадил свою милость. И далее в этой шлоке говорится, что ладно, получили человеческое тело, но еще более редкая возможность это встретить Вайшнаут. Посмотрите, сколько людей сейчас. Много, ну, на земле, да? И кто, у кого есть возможность встретить Вайшнаут? Буквально считанное количество, наверное, можно пересчитать, но будет не очень большое число. Поэтому это очень-очень редкая возможность. Именно поэтому Васудеп Махараш, Он останавливает эту Ягью и принимает народу Муни, проводит Ему буджу, усаживает на кресло, на асану, где сидел Кришна, несмотря на то, что там присутствует и Кришна, и его царицы, его жены, и все другие очень почтенные гости Вайшнавы. Все равно Он останавливает эту Ягью и встречает народу Муни, садится у его стоп и задает вопросы. И далее Васудеп Махараш, он садится у стоп на роду Муни и начинает рассказывать ему, сначала начинает рассказывать ему о своей судьбе. Он говорит, что я раньше был, и моя супруга, она звали Кришни, Кришни и Сутапа. И мы совершали аскезы, много тысяч лет мы совершали аскезы, мы пытались только опавшей там горькой какой-то листвой, и мы хотели получить сына такого, как Господь. Светлана Семенова, это hygiene-то неплох estratég eng Cloud и энергию комфорт. Аплодисменты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немного названия с его методом Брахма, который находится на Кристоте. Брахма, который знает все. Кристоту Брахма. Причина, в этом Брахма, который говорит о ков и кавах, и когда Брахма понимает о Кристоте, он знает о Кристоте, Кто это Кристоте? Он является С성ой Отлично Огодской. С성ой Отлично отечественного отек. И Брахма, он полностью упал на Кришна's лотус-пит. И он проснулся до Кришна's лотус-пит. И когда Брахма увидел, что только один лимф от моего лотус-пит. Три лотус-пит не было. И после четыре лимфа увидел, что только один лимф от моего лимф от моего лотуса-пит. Два лимф от моего лимф от моего литра, но только три лимф от моего лимф от моего лол. И в общем, он пролезет брахм. Брахма и recognит Брахма. Махараджи хочет рассказать вам о молитве Господа Брахма, представленной в 10-е песне Шрямат Бхагаватам. и он начинает объяснять с того что брама чей великий прадед вселенной является про основоположником нашей сам продай наша сам продай называется еще и брак мамадова гаудио сам продай все она исходит от знания брау от самого брама он объясняет что что обозначает имя брамы брама идти брам брама виде сорвата брама это тот кто обладает всем знанием господь когда совершает свои игры в этом материальном мире в любом месте в любом мире он всегда совершает это через своих преданных слуг без них он не совершает свои игры и господь брама играет огромную роль в его играх именно он и украл однажды телят и пастушков кришны дабы про про дабы проверить его но это все была игра господа необходимая для его даль дальнейших игр и когда господь брама как бы осознает свою ошибку то он спускается на землю со своего лепетя вообще полубогия никогда не ступают на землю они всегда парят в воздухе это вообще творение брама то есть она планета земля но по своему уровню ниже чем господь брама но тут мы видим что господь брама махараджи говорит он просто прыгает на землю и осыпает себя пылью с этой земли прекрасно понимая о том что это не это не его творение это самая высшая битель господа он падает к стопам кришны косая касается своей макушкой своей головы до его стоп и у него из глаз из всех восьми глаз текут слезы он просто омывает стопы кришны своими глазами и видя то что только одной лишь своей головой он касается стоп кришны тогда он всеми своими четырьмя головами пытается коснуться его лотосный стоп и также начинает чтобы осыпать всего себя это благословенный пылю забить или господа он начинает кататься по земле на всем его теле была была эта пыль этот господь грамма дает глубокие уроки открытые в омывает туму пытается превышение хозяинot в российской обществе шахи ада кришна с франческим Нараян, Нараян, Нараян. Таким образом только один Нараян, сейчас они словно « уровне approved Нараян, Нараян, Нараян». Те, кто-то видел Нараян , Нараян, Те, когда Нараян , он сказал только Нараян. То есть, когда он entвался, он и святый уровень как человечество. Он не ежедневная она, Адинайя, не знаю. Потом он начинает молиться к Исвара, Парама, Кришна. Сачтанандр, Живраха, Назаратар, Гори, Лах, Сарва, Карна, Карна. Так что он начинает молиться к Кришна. Сарва, Карна, Карна. Так что он все-все. Так что он был в Брама. Теперь он молиться к Кришна. Гурдавы и跟 Третья дветы целят Кришна с чудом искать Кришна, и Кришна, есть мечты. Для Три места украли Кришна. Один этот друг, Кришна, его римотель, Брэм. Затут С realize Ианные звуки конкурати, и здл Homer. То есть три места украли Кришны швиду, Продолжение следует объясняет три Девотеи, да, три Девотеи. Один — также один — Брахма. Итак, Брахма, когда начинается, начинается нау-ми-драти, абра-бабусе, тари-там-бар-ая, гунжава-танса парипичаласат мука-я. Итак, Брахма, который говорит- 1st Брахма, говорит, «О Прабу, нау-ми-драти, I am offering my ovensес. Who are you? You are my worshipper deity. Нау-ми-драти» This meaning is the, Брахма, he takes complete Krishna. He takes to shelter Krishna's lotus feet. Наммя, это нама, нама, это полностью оставить вашу ахангару, коблинувшись к Кришна, с лоттос. Поэтому, нама, иди, иди, значит, вы мой ворсевый дитя. Поэтому, прапу, я обращаюсь к вашу лоттос. Итак, Брама, прежде думал, знал о существовании одного нарайана. Он никогда не мог найти свой источник, но он знал о том, что он произошел однорайаной. А когда Кришна показал ему, что он принял образ всех пастушков и телят, то он показал также Браме, Даршан множество нарайан. Брама увидел, что каждый теленок, каждый пастушок, каждое украшение на этом теленке, на этом пастушке нарайана. Он увидел множество нарайан и посреди одного Кришну, в которого вошли все эти нарайаны. И тут он осознал о том, что Кришна – это верховная личность Бога. И вот тогда он начинает возносить свои молитвы для того, чтобы прославить его и попросить прощения за свои ошибки. Тогда, как Махарач процитировал, он произнес стих. В Бхагаватам есть множество описаний нарайанной красоты, но только лишь в трех местах написано детальное описание Кришны. Первое из них – это произносит как раз Господь Брама в тот самый момент, когда просит прощения. Те молитвы, которые мы начинаем сейчас изучать. Во втором месте, когда жены Брама, турских Браманов, пришли к Кришне, принесли ему вкусные блюда, они тоже описывают, как выглядит Кришна. И третий раз – это из Вену Гиты, когда Самашимати Радарани своими устами описывает, какой он Кришна. Там идет просто как гопи. Наши Господь сами объясняют, что это Радарани. Итак, Господь Брама говорит, Науми Диате, Брава Пуше. Науми происходит от слова Намагата. Он предлагает свой нижайший поклон. Не просто поклон. Намага обозначает без аганкара совершенно. Абсолютно без какого-либо ложного отражения. Всем своим существам предлагает поклон. И Дья называет его своим почитаемым божеством. Науми Диате. Да. Науми Диате. Науми Диате. Науми Диате. Науми Диате. Науми Диате. Науми Диате. Матери. Мне нормаль такой долгая восстанавливается — это просто, я дополняю. began полностью праве. árłeся пра-нам-нувшка. и тимangan превосходов 하는 слов, для слова-л Fit, тимов 솔직 kahов Jesus, дело в том что мы сделали настоящего ни разу поклона кришне что обозначает настоящий поклон пранама про происходит от слова пурна пурна обозначает полный нам абсолютно без за своим чистым существом без какого-то либо материального отождествления в этом мире когда предлагаешь поклон Харислава, в первом области обозначает о кришне на миддате абхар бапусе и теперь он дает один пример, кто ты? абхар бапусе абхар басамин eastern или называется что «клөл», «клөл» Абхар't сeiui три оон славного ододо когда начинается где-то где-то, когда начинается взорный кел когда начинается evolved Конден idag – это форум. В син push ожидается полного тренировка. В астродичии, чтоagna будет фильтр! НRem Форум будет фильтр! Если вы получите подчиняться из формы, тогда получим Клуб. Бравма тоже говорит о Бравбаху, что вы выстали в Клуб. Они имею в виду, что вы имеете длинную Смарсью. Вы имеете в виду, что я был бы и отвечал о Лотосове, но вы имеете в виду, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду о Бравбаху. Друге еще он ишел из Бога. Например, это шатак. Он не берет во-бух, оставшийся воды, не растет в воде. Не только овенитый овеси в море и не только овеси, не только журнавитый овеси. В сейше-лно, этот обожает солнечный овеси Он говорит, что-то готова, 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 Он всегда ждет. Но когда Quốc был в небо, он и очень рад, Он решил, что очень рад. Он думал, что сейчас он приходит в море, теперь лучше он иначе поздно. Брама говорит, что-то время обоих вашего лотоспитка, это открыт, как свет светлый, я так много страдания. Но ваша кровь, ваша кровь, это солнечная, это как чатак, жизнь и душ, я как чатак, но ваша кровь, это солнечная, это солнечная, значит, я открыт, и вы можете, я открыт, и вы можете быть блестящей, поэтому вы можете получить блестящую воду. Далее Абрама произносит Абра-ва-пуше. Абра-ва происходит от слова облако. Облако, какое дождевое облако. Не просто дождевое облако, а очень-очень наполненное, густое, как в сезон дождей. Прямо буквально до черноты полной воды. Вода ассоциируется с милостью. И когда Господь Брама называет Кришну словами Абра-ва-пуше, Он говорит, ты словно средоточие этой милости. То есть облако, оно средоточие этой воды. То есть ты, говорит, средоточие этой милости. Почему такими словами Он подбирает, когда говорит Брама? Он старается попросить прощения за свою ошибку. Он говорит, то, что я сделал, оскорбление темнотосным стопам, это словно палящий знойный жар, который обжигает меня. А вода это спасение для того, кто изнывает из жары. Поэтому Он называет Кришну, Кришне тело, как дождевое облако. Словно он птица чакара, которая пьет только дождевое облако. То есть птица чакара, она никогда не пьет из каких-то водоемов. Она пьет только дождевую воду. И все, даже если ее нет, она будет узнавать, что она скорее умрет, но никогда не будет другую воду пить. И как она радуется, когда на небе появляются эти тучи, несущие ей долгожданную прохладу и удовлетворение. Вот так же и себя сейчас ведет Господь Брама, когда просит прощения у Кришна. Понимаете? Кто понимаете? Кто понял, почему у Кришна у тела темного цвета? Потому что Он... Я говорю двумя регионам, кто может говорить о том. Потому что Он милость приливает, как туча, которая наполнена дождем, наполнена милостью. Он просят милость. А Брахма, Он просит прощения, просит и милости. Это первое значение. А второе значение, потому что Кришна, Он темного цвета, как птица Чатака, которая пьет... Кришна, Он темный, потому что Он подобен цвету грозовой тучи. Грозовая туча, она полна в себе этого дождя. То есть, так же Кришна, Он темный и переполнен этой милостью, так же, как эти облака, они переполнены дождем. И Брахма ощущает себя, как птица Чатака, потому что эта птица, она не будет пить грязную воду, она будет ждать именно дождевой воды специальной. И Брахма, Он так же ждет этой милости, чтобы получить от Кришны, чтобы Кришна простила его. Брахма, Он так же ждет. ПОЁТ НА ИНО, ПОЁТ НА ИНОГО, ИНО. Он сейчас подозрели подаватьcha в благословище, и обладает сметой огня, но когда светодице появится светлая, тогда будет более красиво. Он подозрел, допустим,так, он говорит, что ваш бъдин выглядит как в благословище, но ваш благословище его. и цветка Вот цветка Этой цветка Как пример Когда льда появляется, светит и светит Тогда светит светит Но в его теле этот светит всегда стир Вы понимаете? Дело не будет двигаться Не будто бы отмятить Так что ты всегда выглядишь очень красиво, очень красиво. Но Брама говорит, что ты гораздо прекраснее, чем эта туча с молниями, потому что твои одежды, напоминающие по цвету золотые молнии, они не являются вспышками мгновенными. Они все время украшают твои плечи. Вот это Фонд. Да? Он говорит, что учать в тадитам бара. Он говорит, что гунжава танса. И он говорит, что это Швидство воинных, который говорит, что это гунжавал. Так что это означает, что мне говорит, что это во прахум, что гунжава танса. Гунжавал значит, что это очень просто продукт. Вы должны покупать каких-то денег. Поэтому Брахма говорит, «О Браво, вы знаете, что вы арнамеды были сделаны гунжавы». «Мала» означает, что все радарянины становятся арнамеды в его тело. И также, «Плесен для вас, не нужны какие-то важные вещи». Очень простые вещи, если кто-то спрашивает, вы должны быть счастливы. Вавраджи можно найти такие маленькие бобы, вот такие крошечные, наполовину нежно-розовые, а с другой абсолютно черный цвет. Они очень красиво смотрятся. Вавраджи Кришна их использует для украшений. Маленькие бобы, они растут в стручке. То есть Брахма говорит, «Совсем простыми вещами можно тебя удовлетворить». Те, которые растут везде на дорогах, на них даже наступают. И вот этими простыми красивыми бобами, похожими на бусинки, сделанных в нить, украшен Кришна. У Него сережки различной формы из этих ягод куджа. Мало. Здесь Господь Брахма говорит, он просто восхищается то, что Верховная Личность Бога украшает себя такими простыми вещами. Окей. Гунджа Аварантанса, парипичха, Те are your head, the foot is the pick up feather. Here is the pick up feather. So our pick up feather, our ticka God is telling so many meanings. Why Krišna put the pick up feather on head? В Сингагире Пром вы можете рассказать, почему Кришна украшает себя, почему именно павлиням-перами Кришна украшает себя? Каждый сейчас расскажет по одному из объяснений. Патмахараш попросил меня рассказать историю о том, как Кришна украшает свою голову павлинь-пером. Насколько я помню, насколько я читал и слышал о Тайшнах, эта история описана в Бхакти Расайи. Когда Кришна начинает играть на флейте, то это привлекает грозовые тучи, они начинают скапливаться в небе и громыхать, и это привлекает павлина. Павлины начинают танцевать, и Кришна играл на флейте, и как раз вот такой вот эффект был, и скапливались грозовые тучи, и павлины тоже начали танцевать. И один павлин особенно начал грациозно танцевать, и Кришна, глядя на него, начал ещё вдохновение играть, и павлин начал ещё красивее танцевать. Между ними такое соревнование было. И павлин начал думать, как же Криша такой замечательный, так он замечательно играет, как же мне его отблагодарить, что я ему могу предложить, у меня особо ничего нет. Но потом вспомнил, что вот у него есть перья, которые всем нравятся, и он из своего хвоста бросил одно перо. И когда Кришна увидел это, он поместил это перо. Кришна подумал, о, это вполне такой замечательный, он не подарил это крыселое перо своё. Как же мне поблагодарить его? И он поместил это перо, не ту самую важную часть, на голову. И павлин тоже был очень доволен, что Кришна так относит его подарков. Вот такой случай описан Бахтира Саяни. Красиво. С тех пор Кришна никогда не снимал этот павлинный перо, и он всегда носил его на своей голове. Это написано в Бахтира Саяни. Спасибо. Что это было? Он сказал, что когда Кришна была играть, и очень много льда пришли, и очень много пакоков начали танцевать. И один пакокок был абсолютно рад, и он был очень рад, что он был очень благодарен к Кришну, что он сказал, что я могу дать, я буду дать его пакоку, потому что он любит это. И он дал его пакоку, и Кришна сказал, «О, я тоже могу дать его пакоку, что я могу дать его?» И он поставил его пакоку на его голове, и никогда не взял его пакоку. Да, когда Кришна играет на еду, но когда пакокки танцуют, когда пакокки танцуют, когда пакокки танцуют, и в небе есть мурия, и в небе есть мурия, и они начинают светлые, и они делали их звук, это звук, и он делает звук, и тогда пакокка танцуют, когда Кришна, надежда подгодтом, он светлые, и он играет флот, это звук, и это звук, It's a loud sound. So then some pikak do dhyana. That time to pick it up become so happy. When Krishna... Look Krishna's color, this cloud playing float, makes so happy, so happy, so happy. When become so happy, that time you ask anything he can give to you. If ask anything that he give to you, now she becomes so happy. Why? When somebody says dhyana, when he becomes so happy. Now you are so happy. Несария, Несария, дал Кришна. Я, Кришна, дал этот плет. И Бхат дал, что я ничего не делал. Я только был моим флотом. Потому что, когда Кришна начинает играть на флете, он ведь похож весь на небо затянутой тучами. Он весь необыкновенно красивый, тут преливающийся, как тучи. Когда его одежды золотые, словно этот небосклон украшен этими молниями. И его флета, когда он играет на флете, он настолько красивый, низкий, всепроникающий звук, что это напоминает раскаты грома, он говорит. И поэтому павлина, они ведь любят, когда гроза начинается. И поэтому, когда Кришна начинает играть на флете, один павлин просто вошел в экстаз от всего этого, от своих переполненных чувств. И он так танцевал, так танцевал. И потом, когда можно танцевать? Только когда ты испытываешь счастье в сердце, тогда ты можешь так танцевать безудержно. И вот этот павлин, он настолько был счастлив, он думал, ну в такой момент можно подарить все, что угодно. И этот павлин думал, ну что же, как же мне отплатить Кришне за это? И тогда он подумал, ну у меня есть только из всего драгоценного, только мои перья. И тогда он стал трясти своим хвостом, чтобы выпало эти перья. И он подарил Кришне так, это первое. Да, это одна причина. Все, расскажите другую причину. Другую причину расскажите. Ну у меня похожее, нечто похожее. Я читал, что на Багутам десятой песне в Виногите, там описывается встреча Кришны с павлинами, потому что Он очаровывает весь врач. И одни из живых существ, которые очаровались Кришной, это павлины, они пустились с Ним в танец, и в знак своей благодарности, который они так очаровались. Симула сториев, в общем, так вот. А еще тогда кто-нибудь помнит еще причины, почему Кришна? Почему Кришна? Я не помню. Что? Я не помню. Я извиняюсь, я не могу сейчас говорить. Я извиняюсь, Махараш, я не могу сейчас говорить. Я не помню. Я не могу сейчас говорить. Так вот, это один из причин, почему Кришна? Почему Кришна? Еще один из причин, это пикак, который вы знаете, что он бракхачари. Пикак, который бракхачари, он никогда не встречался с женой. Когда он танцует, у него глаза появятся пикак. Когда пикак, когда пикак, он падает, это пикак. пикак. Пикак, он видит, что он любит пикак. Такое, он поднял, он любит пикак. Другая причина, почему Кришна так любит павлинов, за то, что они бракхачари. Они всегда являются бракхачари. Каким образом размножаются между собой павлины? Когда павлин танцует, у него от счастья иногда капают слезы. И вот это, когда павлиник выпивает такую слезу, то у нее появляются птенцы. То есть, фактически, они никогда не имеют связи с противоположным полом. Кришна так любит павлинов, что говорит, что я ношу своих павлинов на своей голове. Да. Поэтому Кришна, этот подарок, это нужно, чтобы все были павлинованы. Поэтому Кришна хочет попросить, чтобы все были павлинованы. Хорошо. Так что, есть 4 асрамы. Первый асрам – это браххачари асрам, потом гриха стра, потом банх пра стра, потом санья аси. Есть 4 асрамы. Первый асрам – это браххачари асрам. 25 лет. 25 лет – банх пра стра, 25 лет – санья аси. Это 4 асрамы. Если кто-то браххачари 24 лет, если кто-то не встал в гриха стра, то браххачари, он встал в браххачари, и он встал в санья асрам. 50 лет – никогда не встал в санья. Санья аси. Санья аси. если вы встали в гриха стра, то 50 лет – это браххачари асрам. Это браххачари асрам. Второй человек – семейный. Тоже 25 лет. Первый – 25 лет. Второй – 25 лет. Затем идет вонопраста, когда человек начинает отвыкать от общения с друг другу, с противоположным полом от своей семьи. Вонопраста – самый тяжелый асрам. И четвертый – это образ монаха-отшельника Саньяси. На каждый асрам отводится 25 лет. Если человек после браххачари асрам не вступает в асрам семейного человека, то ему не нужно потом тратить свою жизнь на 25 лет на самый трудный асрам вонопраста, когда тебе нужно будет учиться отречению. И Махарадж говорит, и тогда 50 лет жизни человек проводит в чистом сознании, в служении Кришне, в более чистом сознании. Он экономит 50 лет своей жизни. Хорошо? Хорошо. Очень сложно. Поэтому Кришна очень нравится в Брахмачари. Так что Кришне нравится в Брахмачари. Кришне говорит, что брахмачарий-с это мое сердце. Кришна говорит, что Брахмачария — это Мое сердце. Итак, это вторая причина. Почему Кришна носит эту песню? И кто-нибудь помнит третью причину, почему Кришна носит павлини, пиврума? Имя Радхарани, Радхарани Синаи. Да. Это написано на павлине, имя Радхарани. Это написано на павлине, имя Радхарани. Да, это имя Радхарани. Кришна, почему Кришна это имя Радхарани? Кришна, everywhere, Он просит Радхарани, он говорит, что Радхарани благословит. Радхарани — это Кришна. Так это третья причина. Четвертая причина. Кто-нибудь помнит, почему Кришна носит павлини и перо на своей голове? Кто-нибудь помнит? Кто-нибудь помнит? Кто-нибудь помнит? Поднимите руки, Махарач говорит. Без подсказок. Когда попросит Махарач подсказать, я подскажу. Это к первому относится? Значит, это не четвертая. То, что Натарач. Это к первому относится или четвертому? Что ты говоришь? Натарач. Он не помнит. Натарач — это Шива. Натарач — это Шива? Лучше, чем Шива. Чем Натарач. Как называется это? Натавар. Натавар. Тихий. Мы о них переживаем, что Рагословно? Я як�анestar, когда Махарач внезапные. Я применяю городу Я Хмortunу. Я переживаю реку Кришна rates. Пробso hacиз difficult. О подготовка, модель показываю ПричNow, Я той гориллита гориллит голём Стрела. Потому что я всегданая activates. Очень важноifs это! Что я требую? В этом начале очень красивой дьянце. В этом Дьянце очень любимая дьянце. Поэтому Он сказал, что Я immature дьянце. Я очень люблю Дьянце. Я тоже была наторвалась в нашем ракете personal. Я либоisen к дьянце. Я постоянно держу ракете в cognitiveтических лет, иro в ночь, о радаряни, Я у тебя люблю Дьянце, Вы знаете, я очень тяжелый танцор на этой биде, я тоже поднял его лотос. Теперь вы не можете пасифицировать, вы должны пасифицировать ему. Среди всех, кто танцует, павлины танцуют красивее всех. Я могу раз спросить, кто-нибудь видел из вас, как танцуют павлины? Они необычайно красивые зрелища, когда они раскрывают все свои перья в крыльях, раскрывают полностью свой хвост и то, как они и кружатся, и своими павлинями, перьями в такт. И Кришна, когда он ставит себе павлиня перо, он словно объявляет всему миру о том, что именно он является самым высшим танцором. И когда ему ничего не помогает, успокоит Адарани, он снимает с себя этот символ искусства танца и кладет к ее стопам, чтобы хотя бы это я полностью снимаю, я полностью предаюсь тебе твоим лотосным стопам. Хорошо? Хорошо. Итак, какие-то другие причины, кто-нибудь говорит? Почему? Почему Кришна держит этот павлиня на голове? Это четыре причины. И пятая причина? Пятая причина? Пятая причина. Пятая причина? Майору-пикак, и они там танцуют. Так что это место, и это место Майору-кутти. Так что Кришна также держит этот пикак. Другая, пятая причина в том, как объясняют некоторые Вайшнавы, однажды, когда Радарани была в своем мандире, тоже не хотела видеть Кришну, и у Кришны не было даже возможности поступиться к ней. Тогда Кришна решила успокоить ее своим танцем в одеждах, в наряде павлина. Он прямо оделась на себя все перья павлины, хвосты, голова была как павлин, крылья на себя надел. И прямо на противоположном холме, на уровне Радарани, начал танцевать как павлин. Тогда собрались там всем, называется Мор-куттир, там до сих пор сейчас стоит храм, в котором нарисовано как Рада и Кришна, как павлины танцуют. Когда Радарани смотрела, она настолько влюбилась в этого павлина, который танцует необыкновенно, что она сама тоже ее саки одели как павлин, и она стала танцевать с ним вместе. Да. Когда появится льня? Когда на одной стороне появится льня, на другой стороне появится льня. Это другая сторона, появится льня. Когда вы видели пикак федар, то есть пикак федар. Здесь нет пикак федар. А, хия, Махараджа. Да, пикак федар. Хия. Подайте, Махараджу, апахала, крышно. То есть, другая причина, это в том, что Кришна себя очень удивительно украшает, чтобы еще больше подчеркнуть свою красоту. Махараджа сейчас показывает. Кришна, Он же по цвету тела напоминает темную грозовую дождевую тучу. А туча, она еще прекрасна на небе, когда это вместе с радугой. То есть, когда в одном месте идет маленький дождик, то в другом месте можно увидеть эти переливания цветов. И Кришна, Он ведь как разовая туча, а это вот словно радуга на этой туче. Это очень красиво сочетается с его телом светом. Так что, Брахма говорит, О, ПРАБУ, Абра-бабусе тадитам-барая гунжава-танса-парипича-ласат-муххая. Здесь всегда Кришна, это всегда очень сладкий смысл. Так что, Брахма говорит, не думайте, что смысл смысл. Если он смысл, то вверх он смысл. Внутри он смысл. Не думайте, что смысл смысл. Он забывал все, весь мир. Он скрылся. Как вы оставили в вашей семье, он пришел сюда. Он скрылся. Он сказал, что Брахма произносит ласан-мукхая. Сладкая улыбка, говорит Брахма. Но Руха Гасима предупреждает. Никакая она там не сладкая. Какая за такой сладкая? Смотреть на нее нельзя, потому что это словно порез острого ножа на сердце. Вы уже пострадали от этого. Посмотрели на улыбку Кришны. Теперь оставили свои семьи. Сидите здесь, слушайте о Кришне. Да. Это плава, это липы, это гаурик, это очень приятный. В Брэндаване, когда они приходят, они смотрят на самархиджи. Они смотрят очень красиво, плава, свинка. Ванье с Раджей произносит Брама. Кришна имеет самые превосходные, дорогие, прекрасные украшения в Двараке, с которыми, конечно же, никто сравниться не может. Но Кришна любит другие украшения. Он любит нежные, восхитительные цветы Брэндавана. Он любит необычайно красивые формы листочки, веточки, ягодки, Брэндавана. И поэтому все украшения Кришна состоят из необыкновенных сочетаний этих букетиков на Нем. Ванье с Раджей, его гирлянды и другие. Кришна всегда играет на флете. Почему Кришна все время играет на флете? Почему? Почему? Самое главное – оружие. Мейн вепон. Что привлечь гопи? Что привлечь гопи? Так что Кришна играет на флете. Почему? Еще какая есть причина? Самое главное преданное – Кришна. Самое лучшее преданное – Кришна. Самое лучшее преданное – Кришна. Он постоянно касается. Он говорит, что флете самый лучший преданное – Кришне. Поэтому Кришна всегда touched on him. Так что Кришна играет флете. Ещё при причинах кита помнит? Он создает все эти университеты. Да. Они говорят кришна, «Кришна, если вы пришли к мне, как здесь флют, в этом форме вы пришли к мне». Это означает, что вы увидите, это флют, в полном поле. Нет. Так что, как вы играете, вы вели какое-то звучание, как мне звучит, как мне звучит. Почему? В полном поле, в полном поле. Так что, кришна, если вы пришли к мне, вы великий, как этот флют. То есть, что у вас почти все в полном поле, нет материала, нет материала. Он полностью полностью. А как мне желаете, я могу задать лайк, что я могу задать звуку. Что вы видели. Кришна, когда играет на флейте, он буквально учит нас о том, что если вы хотите прийти ко мне, то вам нужно превратить себя в такие флейты. Флейта она какая? Она внутри полая, с дырочками. То есть, Кришна просит, опустошите себя, опустошите свое сердце от всех материальных желаний. И тогда я смогу наполнить ваше сердце тем сладким нектаром, который я наполняю свою флейту. Поэтому Кришна留на эту смену. Некоторые повтори что это были и соответственно Адхарани. Девушка не скажет, что на второй этап я никогда не хотел стать inn into форма Адхарани, и на следующий момент я хотел это Флуцарь, Я не могу пожаловать те, что партнаваси. Это探ни все это. В прошлой жизни он сделал пайси активизирование и он стал Флуцарь. Кришна никогда не было Флуцаря. Несколькоans сюда, торжец здесь, Алвайджи Киаре никогда не оставил эту плену. Кришна, что он сделал поисковую активность? Поэтому я могу спросить Радхармаса. Я бы хотел, чтобы это был эстеретик. Она в своих предыдущих жизнях, чем она заслужила такое положение? Гораздо лучше положение, чем у меня. Крюшнон никогда не расстается с флейтой. Она то пьет его сладкий нектар, ост. То она у него у талии за поиском. То она у него в руках. И поэтому Рударани говорит, что у нее гораздо более вот такое положение, чем у меня. Не хочу я быть Рудараной, я хочу быть флейтой. Хорошо? Да. Хорошо. То есть, вы говорите, что вы госпи, что вы знаете, что кршна, который был госпит, что вы имеете право, что вы берете кршна лепс, амбрита, но вы видите, что она всегда берет кршна лепс. Но кршна очень красивая лепс. Она очень красивая лепс. Но сейчас она пьет нектар, и она полностью вылезает. Она была в черном пище. Натарани называют ее своей соперницей, которая не по праву забирает у нее то, что принадлежит ей на самом деле. Это они гопи, а он гопа. То есть это они пастушки, а он пастух. Это их право пить нектар с его уст. Это их собственность. А эта флейта, как она смеет так все время пить этот нектар? Она так жадно пьет, что просто выпивает из Кришны все. У Кришны такие алые красивые губы, а она все время пьет из него, что они у нее остаются аж голубыми. И это они, что они говорят? Вибрад вааса танага. И он говорит, что они говорят, что они говорят, что они говорят. Абатанса парипича ласат мухая банна-сраде писал-бену мриду-паде пасупанга мриду-паде мриду-паде кавал-ветр-вишан-бену Кавал-ветр-вишан-бену Крсона me готова, таиват-вишанна Крышна держит йогурт просто. Он любит йогурт, либо молоко, либо йогурт. Для Крышны все вкусные блюда созданы, но вот любимое у Него блюдо это молоко и йогурт. Он написал, как у Него в левой руке находится этот йогурт. Почему? Потому что он пастух. Брата. Самрдупаде пасупанка-джайо. Брахма говорит, что один очень хороший Сидданта, кто Крышна, он пасупанка-джайо. Он пасупанка-джайо. Сейчас Брахма говорит глубокую Сидданту, он называет его пасупанка-джайо. То есть он называет его сыном нанды-бабы, он нанды-нанды-на. То есть он сын пасупанка-джай, сын того, кто заботится за коровами, за животными. Харисто. Харисто. Нанды-нанды-нанды-на-бхагаван-ки. Бласы Крышна-канья-нал-ки. Да. Рута-йгаурт в раме-де. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После лекции, напишите эту шлоку и объясните, как читать ее и повторяйте. Может быть, это Киртан Пусток, да? Хорошо, вы можете всем это выучить. Хорошо? Подожди, играйте и вспомните эту шлоку. Хорошо? Хорошо. Садитесь поближе, смотрите картинки. Махарач говорит, идите сюда. Кому не видно, посаживайтесь ближе. Вчера мы начинали говорить о том, как можно вообще установить беседу с Ивановичем. Совершенно новым человеком. Новым не в смысле новым для нас, а новым в смысле новым для духовной жизни. То есть для этого будут люди в основном знакомы, тех, кого мы знаем. Те, у кого имеют опыт, например, давать лекции, семинары, они, конечно, могут это новым давать. Но Махарач просто еще раз подчеркивает о том, что если у нас проблемы с друзьями, родителями, подругами, то нужно на них сначала порепетировать это объяснение. Тогда многие проблемы у нас идут из жизни бабы. В основном сложно совершать свой баджин, когда тебя в семье и среди знакомых не понимают. Я не помню, как мы остановились. Не важно. И вчера мы начинали говорить о том, что первое, что человек, он обычно вначале думает, что у него все хорошо, у него всего достаточно. И ему не нужно, в принципе, не спрашивать ни о чем высоком. То есть у него хорошая жизнь, у него достаточно денег, у него есть семья, у него работа. И поэтому он успешный человек в жизни. А потом, когда мы разговариваем на самом деле с этим человеком, мы-то ему показываем, что он никакой не успешный человек. Он просто фактически получился успешное животное по жизни. Как вон-то на той картинке в Большом сюртыке. О том, что у него и достижений никаких. Что такое человек, чем человек обладает. И человек это тот, который реализовывает свою уникальную возможность, свою уникальную возможность занять высшее положение бытия в этом мире. О том, что человек, он способен задуматься над своей жизнью, он способен задуматься над своим миром. Тогда как животным это невозможно. В других сессиях, в следующих сессиях будет там уже как разговаривать, например, с кем-то из родственников на какие-то религиозные темы. Там будет сравнение религии. А пока в начале объяснить о том, что это не достижение, это не достижение просто-напросто родить детей и построить дом. Это есть у каждой птички. У нее и дома есть, и дети. То есть, на этом слайде, на современном таком формате показывается, какая была разница между людьми и животными. Это мы все смотрели. О том, как все получают наслаждение. И о том, что человек, он уступает в своих наслаждениях по сравнению с животными на самом деле. Те же самые собаки, те же самые голуби. Они гораздо получают, у них возможности больше наслаждаться. У всех остальных, кто живет в этом мире, всех животных и птиц, чем у человека. И человек превосходит и выделяется только в одном. Только своим интеллектом, своим абстрактным мышлением. Так, это мы тоже посмотрели. Чтобы таким не стать, нужно смотреть картинки. Так, и остановились мы о том, как же... Самое главное, ведь кому, ну, что нужно всем людям? Всем людям нужно счастье. Но порой люди даже не знают, что им для счастья нужно. Сейчас человек настолько запутался в этой цивилизации, он даже не знает, что ему нужно. А это ему нужно или это ему нужно? Он просто нужно, чтобы было как у всех. А что означает как у всех? И что такое вообще счастье? Поэтому, вот здесь в этой сессии пообъясняется то, что... Как разобраться-то вообще, какое счастье оно нужно? Что такое счастье? Какие качества у этого счастья? И начинается объяснение с того, что... А счастье-то бывает относительное и настоящее. Жизнь у нас состоит из относительно настоящего счастья. И самые простые вещи, о которых он никто не задумывался. Жил и никогда не задумывался о том, что же такое счастье. Он хочет счастья, но никогда не думал, что счастье это только тогда счастье, когда оно длится всегда. То есть, если какое-то счастье на 5 минут, и ты предупредишь, что это счастье на 5 минут, особого счастья ты при этом чувствовать не будешь. Правильно? Человек думал, хочет счастья, но никогда не задумывался о том, что счастье это то, что ты с каждым разом будешь испытывать все больше и больше счастья. Счастье, оно только тогда счастье, когда ты можешь поделиться со своими близкими людьми. Тогда оно воспринимается счастьем. Счастье, оно только тогда счастье, когда оно всегда новое, разнообразное. Вот тогда это является настоящим счастьем. Хочет, если спросить любого человека, хочет ли он такое счастье? Конечно, хочет. Ну, в основном, если мы посмотрим на все виды счастья в этом мире, то они короткие счастья. Короткие виды счастья. Какие виды счастья бывают? Вкусный обед с блинами. Счастье продлить его недолго. Блинов, наверное, много не получится. Счастье, оно со временем уменьшится. Чувство насыщения такого долгожданного, но продлиться тоже недолго. Хорошо, если час-полтора. Счастья, и с ним, с близкими тоже много сильно не поделишься. Хорошо бы самому хватило. Счастье, и оно должно быть еще и разнообразным. Блины там вряд ли будут 100 сортов и с разными начинками. То есть это как бы грубый, конечно, пример. Если счастье, оно как раз не обладает этими качествами, если оно однообразное, если оно только для себя, только ты его можешь почувствовать, если оно... То такое счастье является относительным счастьем. Не счастьем вообще. Это удовольствие называется. И если мы, например, смотрим на настоящее счастье, то оно по логике вещей. То относительное счастье приходит при решении относительных наших проблем. То есть счастье в основном человек в этом мире, это решение какой-то проблемы уже счастье. То есть человек голодал-голодал, покушал. Значит, счастье это. Человек хотел-хотел пить, попил. Вот оно, счастье в материальном мире. Сильно кого-то кто-то душил, отпустил душить, уже и счастье. Как мало для счастья нужно. А настоящее счастье, оно приходит при решении настоящих проблем. Чем смешнее будете людям рассказывать, тем больше им понравится. Что такое относительные проблемы? Относительные проблемы, это когда для одного человека проблема, а для другого человека совсем даже не проблема. Счастье для него. Например, пошел сильный дождь. Сильный и холодный дождь, осенний дождь. Проблема, можно заболеть. Но для продавца зонтов совсем не проблема. Для него это счастье. А, заболел сильно зуб. Большое несчастье. Но не для всех. Большое счастье при этом испытывают зубные врачи. И чем больше ты к ним придешь, тем больше они у тебя там найдут, из чего извлечь свое счастье. У них тоже нужно содержать свои семьи. Обокрали человека. Большое несчастье. Можно представить себе, как он плачет, когда потерял свои миллионы. И в то же самое время, как будет радоваться тот человек, который нашел все эти миллионы. Забрал себе магазин с дождями. То есть, относительные проблемы. И если посмотреть на нашу жизнь, фактически, то все проблемы, которые мы ведем перед собой, они будут все иметь такую природу, они относительные. Абсолютно все. Что же такое настоящая проблема? Оказывается, есть еще и настоящие проблемы. Не просто сломалась лампочка в коридоре. И вот у этих настоящих проблем, у них уже совсем другие качества. Они не для одного хороши, для другого плохие. А настоящая проблема, это та проблема, которая плоха для всех. Настоящая проблема, она тогда проблема, когда никому, никто ее не хочет. Нет такого, кто бы ее хотел. И настоящая проблема, это та, для которой будет она неминуема. Он еще и сбежать ее не сможет. Вот это называется настоящая проблема. Тут вот, если в качестве семерного надо проводить, то можно люди мозговой штурм устроить. Что же попадает под этим настоящим проблемам? Конечно, вы все знаете, вы, наверное, много раз слышали. А, например, новый человек, сто процентов, он даже не задумывался, что это является проблемами. Ну а если все-таки, какой проблем, настоящий, настоящий проблем? Неа, те, кто знает, тем нельзя. Что является настоящим проблемами? Наводнение. Такое измога техники. Да, да. Физическое тело. Знаете, здесь тоже можно услышать грунт. Оказывается, можно. Я спрашиваю, что это настоящий проблем. И люди говорят разные, как дизасты, тунами. Это реально. Когда это натуральный катаклизм. А, это проблема? Да, настоящие проблемы. Еще варианты? Иллюзия. Реальная проблема. И все через нее вытекает. Что же вытекает у нас из иллюзии? То, чему каждый из нас не может избежать. То, чего каждый из нас переживает. То, чего каждый из нас не хочет. И никто от этого не может избавиться. Ты вынужден каждый раз, когда перед тем, как осознаешь себя тем или иным существом. Ты должен находиться в чреве того или иного создания. Все из нас приходят в этот мир. Все из нас приходят в этот мир. Осознавая себя вначале в чреве. В чреве своей матери. То есть, и эта мать не обязательно будет человеком. Эта мать может быть воробушком. Растая и осознав, что ты находишься в чреве у воробушка. Осознав, что ты находишься в чреве у свиньи. Осознав, что ты находишься в чреве у рыбы. и все что джевы бывают разные и в джевшиман бага в этом написано о том что когда сознание входит когда когда сознанию показывают господь делает намеренно что он тогда на него влияние не действует почему шукадей в госвами не рождался 16 лет он не хотел чтобы на него влияла иллюзия в тот момент когда эмбрион находится в утрубе у матери на него не вне влиять из он себя материально еще пока не отождествляет он наоборот ему показывает о том что в каком теперь ты грязном положении находишься и приходит чистое понимание из-за чего ты туда попал и все твои вот так же как перед смертью у тебя очень прекрасно работает память и прямо вся жизнь про у тебя кино показывают чем ты занимался в течение жизни чё ж тебя ждет дорогой вот точно так же когда человек начинает осознавать себя в этом кожаном мешке с кровью с испражнениями с этим запахом зловонием с этими паразитами плавающими и тебя кусающими ему тоже тогда дают по такое понимание с него снимает эту господь эту иллюзию потому что весь этот мир создан в качестве для того для воспитания когда ему иногда дают понимание а и на а потом устраивают с него экзамен же наша жизнь это экзамен на на то что мы когда-нибудь чистили кишевым когда-нибудь чистили кишечник вы видели какие 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 картинки каждом органе есть свои паразиты и орган ткань это это не плотная ткань любого органа через ей паразиты разные есть есть по пронизывающие ткани мы не представляем сколько вот тут вот живности плавает у каждого из нас почему отчего каким человек образом человек разлагается в земле когда вот христиане хоронят собственные же паразиты это все и разъедают не внешние собственные когда уходит уходит сознание когда уходит параматмы когда все пускается на на свой ход вот тогда эти собственные паразиты все это и разъедают собственные черви ну лучше потом после лекции просто на гинеколог я прочу хочу сказать вот я скажу там испражнение кровь и паразиты я думаю она меня съест потому что там стерильная среда находится ребенок стерильной среды стерильная среда может быть только там где жизни нету только там может быть стерильная среда весь этот организм движется за счет присутствия другой жизни другой за счет множества бактерий и вирусов которые все самокупе идеальным образом работает что эта система работает господь только всем этим управляет только безжизненная среда является стерильной такого нет даже в воздухе даже 2 воздух состоит из бактерий любая вода любая жидкость состоит из бактерий в принципе можно можно посмотреть позойти на сайты где рекламируют очищение тела вот вот только там где например щелочная кислота вот конкретно мешочек и мешок ребенок не может находиться в щелочной среде потому что него не очень нежная кожа щелочь это не творение щелочь это разрушение шимат бхагава там написано шимат бхагава там написано о том что когда эмбрион начинает обрастать плотью когда у него появляются ноготочки когда у него появляются глазики когда он начинает видеть когда он начинает там слышать у него очень очень нежная кожа воспринимающая абсолютно любое движение любой факт все что связано с матерью и там написано о том что он видит он чувствует как и и это он от той боли когда его кусают паразиты и от того чего принимает мать он постоянно в потере сознания он и просто иногда приходит сознание а все остановлю когда нас это ребеночек задвигался сознание пришел а когда он не движется он без сознания лежит от боли просто сознание не способна вот это написано в шимат бхагава там ученые лишь понемногу лишь постепенно могут приоткрывать настоящую реальность они только сейчас начали видеть о том что там действительно есть эмбрион при помощи узи они только сейчас начали видеть в каком положении находится в какой что надо даже у него гримасы есть но они не способны посмотреть что у него в сердце находится о чем он думает а это все написано в бхагава там у науки очень ограниченные возможности для того чтобы показать на всю действительность да действительно кое-что сейчас наука знает об эмбриологии но далеко не все а вот после рождения где-то минут 40 у на хочет еще на сознание него очень умный взгляд слышала про это после того как рождается ребенок 40 минут 40 он еще помнит он еще помнит то есть он еще сознание находится понимать кто он а через минут 40 или сколько там времени все он впадает в иллюзию а чего в человеческом теле он обычно 9 месяцев может в телах других животных это может быть более долгий период в телах мелких животных более короткий период вот это является потом попадает под категорию настоящие проблемы этого никто не хочет такого опыта предложить сейчас каждому хочешь сейчас стать таким эмбрионом и 9 месяцев находиться в горячей вот этой жидкости со всеми слизистоподобные образования хочешь не хочешь никакой человек не хочет но никто этого избежать не может хочешь не хочешь заставят настоящая проблема является смерть этого боя боятся все рожденные вся наша жизнь и она мы стараемся не думать об этом но на самом деле это движущая сила всей нашей жизни все наши все наши помыслы и все наши планы они как раз сколько сколько вот мои родители примерно живут что вот то вот так и примерно свою жизнь распланирую или ну хорошо если я там доживу до 70 лет надо успеть побыстрее пока это не наступило пока я там пока я в силах то есть все равно поскольку время неумолимо подгоняет нас неумолимо подгоняй к чему к смерти все боятся этой смерти как только прекращается воздух как только прекращается пища как только прекращается другие в эти потребности это самый самый страшный страх что сейчас вот все это закончится это потом на конечно видите третья настоящая проблема для всех нас это старость старость ужасно и безобразно но как грузов говорит гурудев все равно она придет обнимет нас и поженится выйдет за нас замуж и и пайпаж будет на себе сделает она тоже это безобразным образом и насколько ужасна старость это когда то чем ты наслаждался всю свою жизнь она просто становится твоим временем и что хуже всего все твои взаимоотношения которые строят и в своей жизни ты тоже остановит в эти взаимоотношениях ты тоже становишься бременем, ты становишься бременем для всех и вся, для своих дорогих, близких, бремя. И вроде как и охота попросить о чём-то, и знаешь о том, что неприятно, на старого уродливого человека неприятно даже смотреть, поэтому, когда он идёт по улице, все будут отворачивать от него свой взгляд. Как в молодости обычно ты привлекаешь, смотришь, как кто на тебя посмотрел, кто на тебя не посмотрел. Так вот, старость это полная противоположность. Я, когда рассказывала о телекции, в одном магазине пришла одна женщина, в принципе, не старая, то есть это начинается задолго до того, как все эти признаки старости, ей было около лет 50 даже. Она пришла, и когда я стала ей говорить о том, что все хотят любви, понимания, она разрыдалась и расплакалась, и её тут так тронула, она говорит, нет, какой любви, говорит, я просто, я мечтаю, и вот сейчас у меня такая жизнь, что я просто мечтаю, чтобы кто-нибудь меня послушал и понял. это самая ужасная форма одиночества, когда ты никому вообще не нужен, тебя даже не послушают, тебя не услышат, чем ты отличаешься от вообще чего-то, от стены какой-то. когда ты вроде как на всю свою семью всё-всё-всё-всё-всё-время отдавал, все свои деньги отдавал, заботы, усилия, а потом к тебе только пробегают, забирают у тебя деньги и убегают, и только и ждут, когда же ты наконец со всеми... да, бумаги надо подписать, надо побыстрее поделить там, кому гараж, там уже начинается медитация, кому квартира отойдёт, кому гараж отойдёт, и когда тебя видят, вся медитация идёт только об этом, кто что потом поделит после тебя. Ну и как, например, в современном обществе у нас очень плохо относятся к старикам. В Индии, например, такого нету. Да, в Индии тоже не сладко быть стариком. В Индии, когда ты старик, ты хоть и живёшь в семье, ты являешься там бесплатным слугой. То есть, старики что делают в Индии? То есть, чем родители не хотят заниматься, они там пошёл сторожа посидел, пошёл с детьми понячился, пошёл к руку повыбирал. Но в России это ещё, может быть, в западных странах, тогда просто, чтобы с глаз долой, ну зачем тут ворчание какое-то слышать, какие-то нравоучения об этом поводу. Не нравится, как я живу. Ну, надо отослать либо куда-нибудь там, хорошо, если там, хорошо, если у тебя есть место, а так просто в дом престарелый, ну или там ещё как-нибудь не совсем красивым образом. Вот это настоящая проблема, которую избежать никто из нас не может. Если это не прекратится, другой настоящей проблемой. Болезнями, болезнями, несчастными случаями. То есть, болезнь, она теперь уже известна как бы с малолетства, начиная с младенчества, все мучаются от этой болезни. Болезни, конечно, бывают страшные. Теперь с каждым годом, даже насморк и грипп, он становится страшными болезнями, которыми либо не хотят вылечить, либо просто на тебе хорошие делают деньги, превращают тебя в бесплатно, доноры аптек. Даже вся медицина, которая сейчас построена, построена именно на принципе о том, чтобы человек приходил очень чаще, покупал самые бесполезные для себя препараты и работал всё это время для того, чтобы просто давайте деньги сюда, в нашу отрасль. Люди, знающие, они всё это подтверждают, о том, что нам всё это придёт, мы тоже станем скоро донорами аптек и медицины. Поэтому, если есть возможность, заводите дружбу с врачами-айурвизистами, очень помочь. Тогда аурвизисты будут просто с вас брать деньги на зеленые травки и обещать, что они от всего. Я знаю таких врачей во арендовании. Вот это должно быть вам помочь. Показывает большой список, от каких сотен это болезни и как это удивительным образом излечит тебя. Одно лечит, другое калечит. Да, вот это, конечно... А цены спиральные растут, новинки, науки и техники, они просто поражают своими... и своей эффективностью в этом отношении. Я слышала, что есть такие болезни, которые преданы болеют, и они потом после этих болезней на освобождение получают какие-то особенные болезни. Простуда входит в это список? Есть самые разные теории по этому поводу. И те, кто их создают... Да, что освобождает от общения, например. Как бы есть самые разные круга, в общем, конечно, этих болезней, но есть даже и такие, о которых мечтают в управляющие круги этого мира, которые... Какие там полубоги, Господи! Которые решают проблемы с многочисленностью населения тем или иным образом. Они, например, все... В принципе, вся... Не секрет, не секрет. На Западе знают больше, чем в России, конечно. Но на Западе известно уже всем о том, что все препараты, начиная от питания и кончая всеми косметическими препаратами, они все состоят из канцерогенов для того, чтобы укорочить жизнь человека. Никакому правительству не выгодно оплачивать пенсии. То есть, никому не нужно нести это время. Поэтому, если посмотреть, вот там у нас на полочке все вот эти косметические средства, которые стоят, они все будут состоять там из парабенов, из бензонат натрия и других ненаписанных множеством. Потому что миллиардеры за это платят огромные деньги для того, чтобы управлять рождаемостью населения. Это начиная с прививок, которые сейчас повсеместно ставятся. То есть, в России, на Украине, в Индии заходишь в какой-нибудь генеокеологический кабинет и там будет тебе показывать о том, как важно поставить прививку, чтобы не заболеть матком ратки. Все эти прививки, они как раз нацелены на сокращение рождаемости. Они идут именно в тех странах, где идет высокая рождаемость. В других странах таких прививок нет. Поставила себе такую прививочку и больше ты уже не мучаешься с детьми. У тебя получается цилибат на всю жизнь. Это же неплохо. Ну, как сказать, потому что человек, когда это делает неосознанно, он же всходит с ума от этого. И тогда идут самые другие, изощренные способы. А по ним ищут почему бездетность? Да, почему бездетность. Откуда это растет бездетность? Потому что это страны, в которых заинтересованы, чтобы ни в Индии, ни в России, ни в Китае не было такого перенаселения. В России, конечно, его нет, но просто большая любовь к России тоже как территория. Через продукты питания, через продукты косметики, через продукты обихода она все напичкана известными и неизвестными канцерогенами для того, чтобы жизнь человека была до пенсионного возраста, до 50-60 лет. Правильно, например, я вчера смотрел аннотации, там есть пропиленгликоль и еще всякие ужасные страшные добавки. То есть, чем больше человек, опять возвращаясь к вчерашней теме, чем больше человек хочет удовлетворить свои чувства, тем быстрее он приблизится к своей смерти. Так, это о болезнях и о том, что как выгодно, чтобы люди сейчас болели раком. В науке не выгодно. Наука вся работает под бизнес мировой. В науке не выгодно показывать препараты по излечению. В науке не выгодно показывать препараты по долголетию. Науке не выгодно показывать для того, чтобы улучшить это. Наука работает как раз для другой цели. Именно поэтому такие результаты будут. Кроме этих четырех еще есть другие настоящие проблемы. Какие? Охидайвика, 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 Охидайвика. Могу спросить? С профессоров не спрашивай. Так, профессоры, конечно же, помимо тех, что нам приходится рождаться и умирать, болеть и стареть, мы же еще гораздо больше в течение между всем этим мы очень сильно страдаем от своего замечательного ума, который является нашим другом в кавычках. Он приносит нам самые большие проблемы. Ах, как же, что же он там, меня недооценили, меня, этот мой враг, он меня ненавидит, меня завидует, я тут не успел, там опоздал, ах, какая бы моя жизнь была бы гораздо лучше. Вот это самое изъедание относится к категории от ятмика. Также идет от хибаутика. От хибаутика это когда по ночам кусают комары, это когда у тебя забирают подушку, или когда тебя просто, в тебя просто стреляют, забирают у тебя машину или мобильник, как это делается в Африке. В Африке даже тебя могут убить на улице, просто если понравился твой мобильный телефон. Там у всех есть опыт, когда тебе залазят в дом и у тебя все вытаскивают, как бы ты хорошо при этом не охранялся. В самых разных формах. Это все называется от хибаутика. Сейчас подушку я сделала. Не утащила. Стихийный бесток, как сегодня говорили, цунами, вулканы, землетрясения. Это от сверху живых существенных подарочки. Итак, возвращаясь к тому, зачем мы тут сидим и про чем мы смотрели. Мы смотрели про то, как люди отличаются от животных, о том, как бывают настоящие относительные проблемы, о том, что бывают настоящие счастья. Еще конкретно про не говорили, но то, что у него какие-то качества есть особенные. и как же достичь решения своих проблем. Бывают ли вообще решения этих настоящих проблем или нет? Как достичь настоящего счастья? По логике вещей опять же идет объяснение о том, что если какая-то проблема есть, то бывают средства временного характера и бывают средства окончательного характера. Например, если как вот здесь показывается, начинается фурункул. в России, наверное, не часто фурункул, хотя говорили, что вот где-то в прошлых годах чуть ли не у всех были эти фурункулы. Какое-то было. У меня отсюда там были. Как какие-то видать... Да, в армии были. В армии были. То есть приятные ощущения очень. Да, в армии. Когда их особенно несколько на теле, жизнь твоя покажется адом. Оно просто там делается большой нарост, там иногда несколько сантиметров, потом он открывается, оттуда выходит нечто зеленое, твердое, и это долго не заживает. Вот. Можно, конечно, при этом мазать какими-то кремами. Мне невероятно больно к этому прикасаться. Обычно это в каких-нибудь опрелостях. Понимаете? К этому больно прикасаться. Можно, конечно, кремом каким-нибудь затушивать. У меня на лбу было три один раз в одно время. Но можно помимо этого воспользоваться другим средством. Можно почистить свою кровь и тогда уже не мучиться по поводу последующих, потому что они обычно выходно за другим выходят. То есть, если рассматриваем здесь, по логике еще, бывают средства временные, которые дают временное облегчение, а бывают средства, которые дают окончательное решение, как почистить кровь. Некоторые говорят, спирулина хорошо помогает при фурунколах. Многие преданные говорили, начинают спирулину принимать и восстанавливать иммунитет, витамины, и они уходят сами собой. Итак, разница между обезболивающим средством и лекарственным препаратом. Лекарство лечит болезнь, обезболивающий средство дает временное облегчение. Преимущество недостатки того и другого. Время обеда подходит все-таки. В общем, преимущества какие? Берешь обезболивающие средства от головной боли, у тебя сразу наступает долгожданное облегчение и счастье. Дешево и легкодоступно. Цитрамон стоит недорого. Недостатки побочных эффектов. Цитрамон, например, имеет очень сильную кислоту, которая разъедает желудок. Именно поэтому лучше либо какой-нибудь растворяющий, либо очень много воды пить и после еды побочные эффекты и оно не лечит болезни. Виды обезболивающих средств. Когда мы рассматриваем наши проблемы, которые мы рассмотрели, по поводу, например, берем адхиатмика, проблемы, связанные с нашим умом. Для этого тоже есть обезболивающие средства, чувственные наслаждения. Например, ушла жена. Большая проблема от ядмика. И тогда человек что решает? Ну, пойду и тогда со своими друзьями в хороший клуб. И там, в общем, у всех такая же проблема. У многих такая проблема. Мы просто позабудем об этой проблеме. Мы купим хорошее вино, хороший ликер. Мы пойдем в бильярд, пойдем там еще куда-нибудь и я постараюсь забыть об этой проблеме. Проблему это, конечно, не решает. Это создаст новые проблемы. Достижения науки и техники. Когда, например, как наука и техника может решить проблему, когда ушла жена? В принципе, есть хорошие препараты от стресса, между прочим, которые убирают стресс. Оно дает такую некоторую эйфорию радости. Есть и в скромном воплощении, более грубом, есть определенные уколы, трава определенная, когда ты тоже можешь забыть об этой проблеме. Ну, а вообще науки и техники это тоже. Например, появились морщины, есть хорошие уколы, которые наполняют, когда морщины появятся, раз, и кожа выровнялась. Есть хорошие средства, когда начинают, как вот Махараш рассказывает, Господь нам дает четыре сигнала до того, когда Рам-нам-са-темхай. Какое-то четыре сигнала. Сначала у тебя ухудшится зрение, потом у тебя начнут выпадать волосы начнут сидеть, потом начнут выпадать зубы, но четвертым это когда тебя уже уносят с последней песней о том, что все это было